Итак, мы на финишной прямой, и, к сожалению, первая штурмовая запись у меня не получилась, потому что первая запись этого левела страдала от небольших аудиопомех, и меня пришлось удалить. Это как бы вторая попытка записи, это я уже несколько раз проходил, и, я не знаю, либо я споткнусь на него опять кучу раз, и это получится где-то 20 минут, сколько я его делал. Либо вы не терпите, легче проходите, сделай небольшой перерыв, чтобы отвыкнуть от левела. Но он, видимо, меня не спасёт, надо взять виктори. И вот этих надо хренов убивать, и мне куча жизни дают. Вернее, и куча очков дают, чтобы жизнь можно было взять. Я уже не знаю, что я успел, продолжал сказать, и вообще про игру, что нет. Чё, удалилась, вот это проблема. Начинаешь говорить, и думаешь, какие-то хорошие комментарии были, надо бы их сохранить. Ах ты. Вот здесь где-то виктори заканчивается. И тебе приходится вот так вот работать. Главное, что меня сейчас эти хрена не завалили, потому что здесь прыгать нельзя. Можешь об этого прыгнуть. Надо было немного вперёд подойти, но тогда я бы рисковал. Тут можно сюда встать, но ты прыгать не можешь. Потому что если ты прыгнешь, тебя этот хрен убивает. У него такая хитбокса. Тут глюк небольшой. Ещё можешь заметить, что на тебя охотятся скорпаноги прямо в левеле. Как я и говорил, человек использует эти самые вещи, которые в оригинальном контре, то где-то в конце босса будет. Босс здесь является проблемой, я бы сказал. Я не знаю, то ли мы хитпоинтов добавили до хрена, то ли что. У меня его не получается замобить как-то. Ах ты, блин. Чё-то я ступил. В общем, надо очень аккуратно этот уровень проходить. Его не получается спидранить. Давай, сдыхай. Крайне мере, у меня не получается. Я уже не помню, где эти скорпаноги будут. Хотя, чё эти скорпаноги? Обычно скорпионы, они ещё не тратят от этого скорпаногов. Это надо заскоррить, я помню, здесь. Жива, не мешался теперь. У тебя просто нет времени. Вау. Ладно, если меня и так дают. Вот я тут нет времени, когда здесь скорпаногов ворачивайте, я их надо поролом не набрать. Ну, как видно, у меня это не получилось. Вот тут сложно довольно, потому что... Потому что вот так вот ты прыгаешь, а она тебе скорпаноги бежит. И не чередуется. Это главное запомнить. Да, это уровень можно немного пройти. И как я говорил, тебе придётся тут кучу вещей убивать. Тут я немного зависну, потому что... Мне дают этих на халяву убить хренов. И мне их придётся убивать. Дальше, я просто шансов нету насчёт у кого-то вопроса. Хотя очень быстро могут замобить. Наслить заехать несколько ногами. Потому что они сволочи. Они тебя могут уничтожить. Но эти пока что коперируются. А вот, полетел на меня гад. Не знаю чё, финишная прямая, финишный босс. Я вообще сейчас завалю, либо не завалю. Я очень много ток на этом боссе. Когда записывал первую запись свою. Потому что вот здесь какая хрень идёт на тебя. И меня убили. Надо этим пользоваться. Вау. Ну и конечно же, я убил с первого раза. Пятиминутное видео получилось, потому что я шёл медленно. И на этом контра пройдено. Я всё-таки преувеличиваю её хардкорность. Она такая сложная, если немного потренироваться на ней. Но сложность тех старых игр в том, что это определённое количество жизни континниусов. Я всё континниусы просто просрал. И нас встречает жутко крутой ингреш. Они, наверное, переводили это с японки. Потому что у них... Это же китайский хак, они хакли в основном японские игры. Поэтому такой ингреш прошёл. А вот дизайнеры... А вот дизайнеры... Фузан и Дайё. Правда, не дизайнеры, это диссикнеры. И все права засёрвлены. Они поданы на тарелке, все права. Делайте с этой игре что хотите. Вот опять же эти коменты. Я хрен не знаю. Тут говорят, что те самые чуваки оставляли свои телефоны, типа. Нужно фидбок получать. Но опять же... Здесь я их не вижу. Диссикнер, это крутая работа. Сидишь и игру проходишь. И меня автоматом ввалит на эту хрень. Ну, раз у меня такое мелкое видео получился, попробую пройти, пока не сдохну. И меня в воду бросили. Покажи хотя бы кличную воду, потому что я её не показал вначале. Вот, например, тебя сюда бросили. Ты в воде, я типа, ну ладно, хорошо, я в воде буду. Постреляю всех. Вот! И готов. Вот здесь тоже кличная вода есть. Потому что здесь... Ну и здесь я тут показал. Ладно. Здесь тоже пушку убиваешь. Сюда думаешь, вылезешь нормально. И вылез нормально, кстати. Значит, не здесь кличная вода, значит, здесь кличная вода. А, да, вот здесь в воду не попадаешь. Хрен его знает, где ты попадаешь, не попадаешь. А тут ещё, по-моему, кличная вода. Потому что здесь бах и готов. И всё, ты здесь застрял, считай. Ах, нет. Я сейчас попробую сделать БТС. Потому что у меня первый раз не получилось. Не, не получилось. Я не знаю, правда, это самое тут меняется, это самое количество врагов. Потому что в оригинальной контре там, по-моему, враги становятся более злыми. Когда ты проходишь. Здесь у меня не было возможности это проверить. Нет, 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 нет. Ах ты. Game over. Ну, и это было Contra 2. Последняя часть. Последний уровень. И всё круто. Я прошёл. Спасибо. Вы思ивается. Я прошёл. Спасибо. Иосimer. Иосimer. Кто, которые в неё. Ты? Ты.